Здравствуйте, друзья! С вами Анатолий Петрук и Вадим Прятко. И сегодня мы хотели бы поделиться с вами нашим опытом использования витаминоминеральных добавок. Или, как говорят, премиксом в нашем молочном стаде. Немного истории. Было время, когда мы вообще не использовали в нашем стаде премикс. И это было связано с низкой продуктивностью наших коров. Но вот весной 2008 года, тогда мы были еще совсем молодыми специалистами, мы наблюдали такой феномен в нашем стаде. Коровам начали скармливать молодую траву вместе с сеножом и силосом. И, видимо, в этот самый момент развился сильный витаминоминеральный голод. Коровы просто начали разгрызать, поедать помещение. Коровы грызли под собой деревянный пол, слизывали из стен, добирались до цемента, кирпича. Также это они проделывали с кормовым желобом в помещении и на выгульной площадке. На пастбище коровы ели землю. Шерсть у них была тусклая и взъерошенная. Мы наблюдали этот феномен вместе с волной подъема продуктивности. Как же объяснить этот феномен и почему нашим коровам нужен был премикс? Все начинается с грунтов. Дело в том, что в грунтах нет всех необходимых минералов, которые нужны животному. Соответственно, их и не хватает и в растениях, произрастающих на этих грунтах. Также мы имеем потерю витаминов во время хранения кормов. В результате на кормовой стол попадает бедный на те или иные минералы и витамины корм. Если корова малопродуктивная, организм ее как-то компенсирует этот дефицит. Если же корова высокопродуктивная и отдает с молоком большое количество витаминов и минералов, а пополнить их из корма она не может, ее здоровье начинает сдавать позиции и включается инстинкт самовыживания. Корова снижает надои и начинает искать источники минералов и витаминов в предметах вокруг себя. Наиболее всего от витамино-минерального голода страдает репродуктивная система. Развиваются такие гинекологические заболевания, как гипофункция, киста, персистентное желтое тело. Также страдают копыта и волосяной покров. Как следствие, копыта теряют прочность, и мы наблюдаем кровоизлияние, трещины, а также язвы подошвы. Болосяной покров – это вообще хороший сигнализатор. Волосы стают тусклыми и зерошенными, снижается жир и белок молока. Для нас и для директора это было достаточным аргументом, чтобы начать использовать премикс. Как сейчас помню, наш первый премикс был чешской фирмы «Микроб». Перед тем, как начать использовать премикс, желательно сделать биохимию крови и анализ кормов. Тогда взять состав премикса и результаты анализов, и приблизительно посчитать потребность премикса в одной из программ для составления рационов. Если этого вы не можете сделать, то нужно начинать с минимальной дозы, рекомендованной производителем, а далее увеличивать дозу в соответствии с состоянием животного. Нет идеального премикса, но некоторые производители рекомендуют изготавливать премикс, согласно потребностям хозяйства, добавляя туда различные компоненты, такие как аминокислоты, метионин, холин защищенный, также л-карнитин, мочевину, дрожжи, хелаты, биотин, неоцин, а также ансорбенты. Также некоторые производители могут увеличивать концентрацию некоторых минералов, таких как кальций, магний, фосфор или же витаминов. Но чаще всего в хозяйствах используют базовый премикс. Мы использовали премиксы разных производителей, как отечественные, так и зарубежные. Сейчас мы используем отечественный премикс фирмы АБМ Трейд, Витамас Минерал. Мы даем его из расчета 100 грамм на голову в день. Мы также используем премикс для всех возрастных групп животных, потому что без витаминов и минералов нельзя вырастить в срок полноценную тёлку. Друзья, подписывайтесь на канал, делитесь своим опытом использования премикса и берегите своих животных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова